Привет! Сегодня я вам расскажу о реакции Зинина. Это восстановление нитробензола в анилин. Впервые данную реакцию осуществил известный русский ученый Зинин в 1842 году. В качестве восстановителей чаще используют железо, олова или цинк в хлороводородной кислоте. Сульфид аммония NH4-2HDS или гидросульфид натрия NH3-HS или гидрозин в присутствии никеля ринея. В зависимости от PH реакционной среды процесс восстановления может идти по двум направлениям, отличающимся образованием разных промежуточных соединений. В нейтральной и кислой среде в качестве промежуточных соединений образуются ароматические нитрозосоединения и арилгидроксиламины. Вы видите, данная реакция представлена на слайде. При восстановлении в нейтральной среде реакцию можно остановить на любой стадии. То есть фиксируйте. Если нейтральная среда, мы на любой стадии можем эту реакцию остановить. А в кислой среде выделить промежуточные продукты невозможно. В щелочной среде происходит конденсация образующихся в процессе реакции нитрозосоединений с арилгидроксиламином с образованием азоксисоединений, которые восстанавливаются до азосоединений. Образующиеся азосоединения, присоединяя водород, превращаются в гидрозосоединения, которые в свою очередь легко превращаются в арилгидроксиламином. Много информации. Значит, вам нужно запомнить, что реакция зинина – это восстановление нитровензола в анилину. И если у нас кислая среда, то мы не можем выделить промежуточные продукты. Если у нас нейтральная, то мы реакцию можем остановить. Если данное видео вам было полезно, пожалуйста, подпишитесь, ставьте лайк. Спасибо.